истин такая музыка в меню просто возможно всем привет мы продолжаем проходить beholder это третья часть уже и прошлый раз мы там соединили любовью там какого-то чувачка нового потом мы еще узнали что это девчонка вообще не так за кого себя выдает ну 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 ладно что и что можно еще сказать погнали в принципе проходить дальше я надеюсь это третья часть потому что там запутался роликах немножечко ладно продолжить игру там принципе загрузки особо нету на быстро загружать все забыл открыть это сейчас будет звук звука больше не быть такой газированный сок не знаю вы пили или нет советую вкусненько называется речь дольче я что-то последнее время вообще подсел классная штука вкусненько от него пить не хочется бывает найти соки разные сладкие такие ты их попьешь и потом еще больше пить и что не очень а это прям такой попил и пить хочется вот так он выглядит грейпфруктовый классный мне нравится так окей мы отдали что тут у нас давайте посмотрим новая директива опять тут все зависло премьера столичного спектакля о любви в мире прошла со скандалом часть публики покинул зрительный зал не дожидаясь окончания действа играть надо о народе а нам показали глупую историю которая не имеет отношения к людям и их жизни возмущался бруно рауз руководитель отдела досуга завода номер один руководство театра пообещала что спектакль снимут с показа и следующий раз не допустит показов оскорбляющих чувства рабочих хороший спектакль получается запрещено хранение книг музыка и чё у нас но мы сейчас документа видимо вы купим я забыл уже задание погодите-ка шоколадные конфеты так уж купила разве нет мое почтение пиши покупал а это не то и не то купил ответ то больше нет так вот конфеты же я же покупал и по не сохранилась что ну что к для марта так так как это это мы все читали что-то не сохранилась все конфеты пропали отлично сбор информации мы же запрашивали сбор информации мы сказали то что они за того кого вся вода и давайте с ней поговорим собственно почему бы и нет погоди а ты чё там еще требуешь что карл узнать что случилось карл у марта худшего самочувствия аспирин не помог и нужен док найди и доктора а ты не хочешь с собой дочь в больницу как бы я уже водил ее в больницу сказали пить аспирин и промывать нос с хозяйственным мылом просто гениально полную помощь мылом кару как я буду ребенку нос мылом промывать найди для дочери нормального врача но я знаю врача типа это вот этот чувак новая директива подчетом она и другое это не директивного все окей а кто приехал вот давай с ней поговорим тут такая здравствуй милок поговорить по самозванную сару я поговорил с вашей тетей вы не иметь отношений к раноком кто вы такая разве важно кто я я так полюбила изичку все мои грехи в прошлом клянусь или вы немедленно расскажете мне все или я задействую высшестоящие инстанции они быстро выведут вас на чистую воду хорошо хорошо меня зовут вера у меня было сложное детство жестокие родители без рабочего безразличные учителя и похотливые работодатели так дальше и как-то раз я решила что хватит меня быть жертвой системы лучше самой искать жертв как бы это это не очень это как бы не очень они отправят отправляли жизнь не а теперь моя очередь значит вы нашли себе очередную жертву поначалу так и было но а лозе для меня стал самым близким человеком клянусь вами ни о чем больше не мечтая кроме как тихо и мирно жить с ним делаю счастливыми счастливым давайте договоримся к блин узнаете как бы я взял поменьше но сказал типа дай ему расскажи как бы расскажи но не все как бы что ты там вера на самом деле ну ладно принципе а лозе счастлив ладно давай хер с тобой планы чтобы она не казалась жертва то я все расскажу ладно хер с тобой хорошо я не поделюсь с алозем вашей тайны но он просил узнать что-то о вас чтобы подготовить подарок спасибо к расскажите ему что он мой главный подарок других мне не надо ебать у меня денег ни хрена тебе так чел ты там это приготовил то что я просил и что тебе нужно от почетного работника архива еще не все как-то ну ладно и пройти идите идите у вас молодых много дел так мне нужен знаете кто аллой зиме нужен аллой зи кто ты аллозий шиммер вот аллой зи погоди-ка мне нужен доктор опер и торки я знал папа про подарок добрый день про болезнь марта аллой зима и дочь плохо себя чувствует вы не сможете смотреть ее такие разговоры конечно я смотрю и я же доктор это мой долг прогреть про сбор информации вы спросили узнать про сару смысле она короче ничего не сказала да иди осмотри короче тогда не знаю может быть еще кого-то заселить о задании появилось ну-ка давай постучимся как я договорился уже разве нет прикольная игрушка кстати мне нравится мне очень нравится я на самом деле камера поставил еще есть вообще так здорово где-то и что тему тогда помощи миру про жену давай спросим окажется уже рассказал тебе про жену больше мне подавать нечего ладно про помощь и блюд вот твоя бумажка и и там потеряли крыса эти архивные а я и нашел хорош ты молодец ты молодец я достал открепительный лист надо отдать его классу шиммер дать попозже немножко меня не много сбор информации давайте чуть поспрашиваем может кто-то с ней болтал я просто не знаю у кого можно спросить никто с ней не разговаривал а наша новенькая тут откуда кто-то знает вообще ничего можно кухне беседовали кто его хрен его знает здравствуйте а про сара ваттемарк я бы хотел поговорить про сару подруга лозе не знаю даже что вам сказать про нее она много времени проводит на кухне она любит цветы но все деньги тратить на продукты она не может допустить чтобы а лозе питался чем попало окей сбор информации получается а верно все ну типа я собрал типа цветы и нравится окей мне кажется то хватит ему это не то уйди не подходи его еще чуть-чуть может там дед подойдет короче слышь ты здравствуйте про сар ваттемарк давай мы тебе разговариваем между прочим хотел поговорить про новую подругу вашего соседа к сожалению я мало внимания обращаю на людей вокруг ясно давайте короче отремонтируем ремонт а вы сделаем ведь мне деньги есть почему бы нет и здесь тоже ремонт еще ачивки даже нет давай заселим сниму каюту на пару недель ну ладно давай желающие стрелиться ваш дом пока нет у меня вроде хорошо замечательно так там задание вон есть ну-ка устучаться о кто-то у кого-то что задание стати вон вижу сбор информации каюта приехала да не ты иди сюда вот с ним поговорю мне нужно с ним поговорить с и шты иуди позови ему же да ёпта это ладно ваши сюда пока что карл поломка телевизора а у нас телевизор сломался займись ремонта пожалуйста или вызови мастеров обязательно почему ближайшее время спасибо дорогой то меня все на все руки мастер а сейчас секундочку погоди начался этого разберусь что там у него то у него время мало подожди чуть попозже потому что с этой подвозь этим от поговорю как это их он работает там уже поставил бы камеру наверное сейчас привет слушай короче добрый день про спор информации какой результат смотра она давай узнать что с моей дочери не хочу вас пугать но марта все не все хорошо у нее сильные хрипы в легких очень сильные и срочно нужны антибиотики причем простите меня я ценю отечественную медицину но нам нужно купить импортные от местных и станет только хуже и охерительные таблетки и все очень серьезно если тянуть с лечением не исключен летальный исход цена вопроса 10000 не худе за курс сожалею но я не смогу найти дешевле кого-то рецепты правила я очень сильно рискую помогая вашей малышке и хрена себе 10000 ладно вы просили узнать про сару что она любит цветы она очень любит цветы на куплю и цветов миллион алых роз любом случае я уже сделал выбор карл я буду очень благодарен если поможет мест предстоящей свадьбы царе нужна фото ёпта иди ты на фиксер по той у меня дочери там капец у меня с дочерью ужас какая фото десять тысяч ну давай открою ладно вроде никого нет просто на будущее камеру поставлю здесь не помни сидят вот здание второго уровня пускай будет а ну принципе можем срочно сюда так подготовка к свадьбе а то да а сколько там за задание вот это дают погоди да погоди ты три тысячи это мало это крайне мало на почтение фото что преподается вот посмотрите фото есть нет него фаты у меня вроде есть инструменты и отличненько починили 3000 но мне принципе почти хватает иди сюда денег ему конечно давать не надо сейчас у меня на сару нужно узнать что случилось ты у тебя какие-то проблемы университете да папа ректор издал новый указ про на сбор денег нужна большая сумма я не знаю как быть где взять деньги большая это сколько 7 500 ебать ты чё издеваешься сколько они там что совсем с ума сходили откуда у наших граждан такие деньги таким темпом не останется никого кто будет учиться хотя пусть может именно твои лет с целью ладно посмотрим что можно сделать не переживай в крайнем случае пойдешь работать шахтеры тоже нужны стране очень смешно папа спасибо марта болеет патрик нам нужны большие суммы денег чтобы спасти твою сестру еще неизвестно сколько это лечение продлится по мне может статься что деньги придется собирать еще еще я понимаю под где такие деньги возьму вообще ну это за что карл поговорить хотя дорогая не знаешь где можно достать свой потол для свадьбы аллозе у меня есть лишняя штора шторка давай я сошью для сары фото отличная идея так погоди секунду можешь поговорить со мной ты не можешь поговорить со мной поле дышишь такое-то а сейчас что карл поговорить про деньги для патрика она что ты думаешь про славу патрика стоит дать ему денег а учеб патрика не знаю корс одной стороны он такой случится с другой он постоянно рассказывает про свою подружку какие-то модные идеи о свободе слова возможно работа заставит его поздравлеть да и лишний кормилиц не помешает но ведь это его будущее она может быть лучше чем у нас там много денег требуется ведь бедная марта еще совсем плохо себя чувствует хорошо я тебя понял я подумаю еще об этом бля ну как же это сделать то все вы у него спросим вроде выглядит дорого богата машине деньги здравствуйте она ничего нету да а здравствуйте документы даже не верится что вы взялись нам помогать какие новости держите ваш открепительный лист вы теперь свободный человек невероятно у вас получилось его достать теперь никто не помешает там уехать боюсь все не так радужно жена пыталась купить билеты на поезд но и не породали похоже мы в черном списке нам нужно найти способ уехать из города уехать как можно дальше можете даже из страны у вас нет возможности помочь постарайся придумать что-нибудь черный список это еще не расстрельный не знаю как вас благодарить после знакомства с вами я начал верить людей так хорошо а то есть деньги погоди здравствуйте болель да как же мне сделать это может кто-то хочет заселиться а я могу купить что-то за вот эти деньги получить деньги болель чушь не делать-то так фату ты шила блин надо с этим еще поговорить можем что-то знает что карл афате подарок и сшила фату держи надеюсь им понравится отлично отлично вышло как будто из салона тебе нужно было пойти в мать диски у меня был выбор пойти в мать диски или пойти за тебя замуж это типа ты меня сейчас упрекаешь и что ты выбрала шутник так на фату дай денег блин то и видайте денег пожалуйста добрый день на фате в уме просили фату да сачка нам просто необходимо белая кружевная вот смотрите такая подойдет она прекрасно спасибо и я раньше уважал вас но теперь я буду благотворить и сделаю так чтобы или мои коллеги и знакомые из министерства паре прониклись к вам симпатий ты чел а ты можешь это добрый день поговорить о причине марта понимаю ваше состояние но это окончательница нас лекарств и на меня нет столько денег просто их нет а что вам познакомиться разрешите представиться я карл управляющий этим домом джон пан папенедо ботман на угольной баржи 234 87 я сейчас готовлюсь к длительному рейсу поплывем за границу ага пока прохожу стажировку в комитете внешних дел буду жить в вашем козы мать что за обучение обязательное обучение для всех выезжающих за границу по рабочим вопросам проходим антипропагандистскую подготовку в один до этого один а в группу прыгать про помощь шиммеру джон сможете взять шиммеров с собой в рейс а мне зачем это надо никакого интереса вот если бы ты мне помог погоди стой чем помочь чего вам выгодное предложение есть предложение время на нынче тяжелые все крутятся как могут у меня тут есть товар консервы рыбные и тут в округе всех знаешь найди кому их продать и я хорошо заплачу а спроси про качество что это за консервы хорошего качества или как обычно качество выше товары заграничные от оторву с руками на рынке но мне надо на рынок опасно мне бы по тихому сбыть нашел эти консервы все время валялись без дела а у нас на барже так если не приблито то ничего вот я и взял сколько смог унести договориться договорились постараюсь пристроить ваши консервы отлично вот ящик 50 банок одна банка оптом идет по 60 а на рынке по 100 значит за ящик 3000 ты продаешь минимум за 3000 и отдаешь мне деньги что сверху твоя прибыль оценил мою щедрость а погоди секунду чё вам проси про рейсы границу я правильно понял что скоро вы покинете наш дом до отчаливает совсем скоро баржа готовы и ждет когда экипаж пройдет инструктаж комитете внешних дел проплывете или сдали их на юг и дальше вне не ольское море были в шерри нет это город это крупнейший торговый город порт в нем уже пару десятилетий установлены свободные порядки мы проводим в порту неделю пока скрузили уголь да погу погуляем а там видно будет и окей то есть мне нужно попробовать быть выгодно товар сейчас у всех поспрашиваем и тишни деньги достать до так добрый день вы про свадьбу вы все подготовили отлично через два дня соберемся я сам поговорю с нашими дорогими соседями без вашей помощи я бы не стал самым счастливым человеком на свете может да и рыбу запихаю хочется петь танцевать голым под луной о чем вы говорите о лезве вспомнил из-за лихваски студенческие вечеринки не обращайте внимание карлу к счастью я уже давно не студент а потому ограничить пением добрый день знаешь чем может быть а все думают о свадьбе не закончили так 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 где тут тебе не нужно это здравствуйте спросить пробег сайсборту есть какие-то новости нет карман ничего не сможем сделать клаус думает что я ничего не понимаю бедный мой муж ничем не могу ему помочь ладно вот тебе не нужна рыба работник архива консервы и нужны импортные консервы с бабкой моей поговори она столовой работает а кто это не пройти идите дети такому одопал дел вот это да марк да нет отстань вот доброго дня про консервы нужны импортные консервы качественные вкусные 50 банок за 4000 ох нужный наш совсем никуда не годятся одни кости да вода наши столовые их с руками оторвут это на 30 супов хватит и если еще и и селедки добавить то на все 60 голубчик ты во время у нас совсем плохо с продуктами ты мне давай консерва я денег возьму у начальства эти я принесу подождите сначала сейчас самое рассчитается пока еще не вскрывали банки будет у нас скоро в столовой и рубный день на варю сухими дед мой тебе денег принесет не переживать хорошо так то есть минуты ждать надо я вроде зарабатываю чё-то они санили я их отдал их отдал окей я посмотрю что там у нас из двери есть там кто-то или нет что это а нифига себе 8 сентября то есть и только что ну и пофиг можно пожалуйста отойти как это закончить офигенно попал я где роза-то это он делась не ну если выбирать это задрали вы разговора войне запрещены на он не хватает всего машину смогут продать моё почтение что в чём дело а чё с ним что здесь случилось здравствуй милок о смерти а логи какого хера вы убили его какой же я был дурак что позволил ты свадьбе состоится у вас нет никаких доказательств вы даже доложить обо мне не можете своему начальству и тогда они узнают что вы знали обо мне ничего не сделали так что карл идите доживайте свою никчёмную жизнь слезняка пора заканчивать парс и оформить все документы на наследство я думал что черные вдовы бывает только в книгах рано или поздно вас поймают и тогда вы ответите за все с трясения воздуха меня порядок утомила пойдите вон карл пока я не решила отыграться на вашей семье так кубки смысл справка Давай я, короче... Вот ты, да? Ставить рапорт. Проживающий в 2, по-моему. Характеристику. Цара Ватер Марк. Проживающий в квартире номер 2, по-моему. Женщина. Семейное положение. Один-одна. Профессия. Ховариха столовой. Так, ладно, блин. А как я теперь лекарства-то достану? Что, Карл? Ужнащи, что случилось? Карл, раз ты не можешь договориться с доктором, я служу Марту к врачу. Мне его посоветовали в очереди в поликлинике. Он профессор. Не нагони панику, Анна. Сердце чует. Это необычная простуда. Как же мне ее... Надо как-то выстрелить ее. Поставлю везде камеры. Так, пошли поговорим об этом. Ну, 10 тысяч больше не нужно. Она сама сводит куда-то. Никого нету. Окей. Конферы твои были дерьмовые. Бабки мои на работе подправились все. На нее дело завели. Из-за тебя ее могут отправить в тюрьму. Вот это. Заметь историю. Марк, давайте заменим это недозумение. Уверен, все будет хорошо. Я поспоседствую позвоню кому-то надо из знакомых. Ох, не нравится мест истории. Ладно уж. Ты такой никакой. А начальник? Замолви за мою рубавку словечко. Где мои деньги из-за консервы? Ты кинуть меня хочешь? Так я из тебя быстро всю дурь выбью. Консервы твои были негодные. Из-за тебя на бабку завели дело за отравление в столовом. Брехня. Они все пару-тройку лет в тюрьме лежат. Ни хрена себе. Гони деньги. В смысле, блин? Обойдешься без денег. Консервы ворованы. Я могу и доложить, куда следует. И куда ты не доложишь, свинья? На том свете телефонов нет. Я просрал, да? Офигенно. В день похорон Карла шел проливной дождь, когда дешевый сосновый гроб засыпали мокрыми комьями земли, выглянуло мутное осеннее солнце. Ахренеть тут, конечно, люди живут у меня. Вот эта серия пошла не по плану. Кладбище затягивало туманом. Никому из семьи Карла Штейна не было суждено дожить до конца этого года. Что, блин? А продолжить это куда? Капец, вот это тут... Жестко. Здесь доверять ученикам нельзя, походу. Я так не думал. Я думал, оборот, у себя порядочные люди, а просто государство, такой враг. А тут все, блин, какие-то уроды живут. Добрый день. Прогрейт про свадьбу и все подэтажные... Так, это все было, погоди секунду. Добрый день. Пойду поговорю с этой мадам, блин, где она? Чего вам? Доброго дня. А у меня не тут с собой еще? Нет. Да, у меня еще с собой. Окей. То есть там лучше не делать ничего. Знаете, кому можно это сбыть? А это чувак, который приходит попробовать. Но мне нужны деньги. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Погоди, давай-ка я гляну. Мне нужны деньги. Мне надо как-то ее завалить. Если я сказал, знаю об этом уже. Здравствуй, мелок. Поговорите о свадьбе. Свадьба прошла, как ваши дела? Я счастлива. Олозе замечательный муж. Не обижайте его. Как можно? Я предану ему целиком и полностью. М-м-м. 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 Мне надо как-то камеру там поставить еще. Там заметь дело, деньги не получатся. Вот этому чуваку надо продать консервы и все, и забить хер. Так, так, так. Отойди! Что, Карл? Чему помочь? Путина данная. Мне нужны деньги на оплату счетов по дому. 700. Возьми. Спасибо, Карл. Такой молодец. Да, блядь. Там что-то про танк было. Ну, это на всякий случай. Я не буду ничего делать, конечно. Блин, она все вот уже сделала. Надо было до этого сказать о ней. Ну, там я еще не сделала. Я не знаю, как это быть. Да что-то другое надо. Почтение. Поговорить про консервы. Не нужны импортные консервы. Полсотни банок за 4 тысячи. Импортные. А чего такие банки мятые? Хотя давай. Такой товар всегда хорошо идет. Завтра приходи, буду тебе деньги. Завтра. Блин, теперь про доктора ничего нету. Мне надо было пораньше это сделать, рапорт на нее написать. Я что-то не подумал. Че, Карл? Так, доктор, да-да-да. Окей. Собака. Растанилок. Да-да-да, это мы просто говорили. Значит, только на учебу надо будет. Надеюсь, блин, он не помрет. Что это, блин? Как крошка. Пиздец. Мне только меньше денег стало. Нет. Ее надо было убрать каким-то образом до того, как она убила... Окей, я не буду никому доверять. Так. 500 баксов, кстати, за камеру. Это очень неплохо. Она там сейчас? Попробуй что-нибудь добыть на нее. Кто-то приехал? Двое. Ну, давайте откроем. Нет. Кто-то приехал. Когда она приехала? Что вы делаете в моей квартире? Извините и уйти. Ох, простите, простите. Я уже ухожу. Неверенно уходите. Это вообще похер. Как бы у нас и так плохие отношения. Я сейчас эту камеру понаставлю, чтобы тебя... Посадить как-то. Так, 4 тысячи... То есть, ты еще мне дадут плюса. Так, что мы узнали об этом? Что, Карл? Так, это не то. Я хотел про дочку узнать. Вы играешь со мной? И сейчас, Марта. Я мог бы кто-то еще заселить. Блин, сколько тут уродов и живет, обалдеть. Что такое? Ты что-ка с тобой болтал? Что, Карл? Узнаешь, что случилось. Я сводил молодого профессора. Он специалист по детским болезням. Все очень плохо, Карл. Он сказал, что это пневмония с кучей осложнений. У него какая-то жуткая инфекция в легких. Черт возьмет, куда она могла взяться? Я не знаю. Быть может, это из-за того, что мы живем в подвале? А может, потому что рядом шахты. И что делать? Понадобится постоянный присмотр врача. Нужно большее количество анализов и редкие антибиотики, которых нигде нет. Возможно, даже придется сделать в марте операцию. Сколько, блядь? Организовать нам нужно 15 тысяч. Это огромные деньги, Анна. Я знаю, Карл. Но на кону жизни нашей дочери. Тогда Патрика надо отправлять на шахты. Можно с ней поговорить об этом? Я даже не знаю, где 15 тысяч взять. Что, Карл? Знать про лечение Марты. Чем могу помочь? Что-то надо. Мне нужны деньги на продукты 500. Что ты заебала? Спасибо, Карл. Не теряй, схожу на рынок. Так, она там. Она спит. Я могу открыть в этот момент дверь? Блин, я думал, она спит. Что вы делаете в моей квартире? Я не в своей квартире, люди. Каким вы работаете? Погоди. Здравствуй, милок. Надо как-то ее выселить. По-любому, что-то еще делать незаконное. За это же деньги дают? А где Патрик? Он пришел же вроде, да? Время кончается, кстати. Доброго дня. Так, понятно. Ничего нет. Что опять-то ее? Что, Карл? Ну-то мы читали. Как же мне 15 тысяч добыть? У меня есть куча камер. По крайней мере, 2 сюда поставлю. Я мог попробовать их продать еще. Попа, попа, погоди, погоди, погоди. В смысле, иди сюда. Да, отец. Поговорить про деньги. Привет, пап. Ну как, сможешь мне помочь с деньгами? Ты же знаешь, что я не хочу быть шахтером. Отказать. Нет, у меня никогда в жизни не будет таких денег. Это образование. Не стоит таких денег. Пойдешь сработать, ничего страшного с тобой не случится. Отец, ты очень жестокий человек. Ты же видел, что с людьми делают все шахты. Патрик, мне очень жаль, но у нас нет такой суммы. И мы все знаем, во сколько нам может обойтись лечение Марты. Он, может, еще деньги принесет. Он, конечно, расстроится, но что с теперь? Про музыку болтают. Запрещено хранение ламп на кальвич. Что, блядь? О, она уходит. Отлично. Сейчас тут другая тут. Полную слежку. Я тебя сдам нафиг. Собака такая. Отлично. Вот и все. Кто-то читает. Блин, что же мне с дочкой-то это делать? Давай возьму. Взять. Попробуем продать, что я себе сделаю еще. О, ну-ка, иди сюда. Быстрее, быстрее. Мое почтение. Взять деньги за консервы. Как и договаривались, я жду свои деньги, 4 тысячи. Консервы твои не ликвид. Еще сбыл, сам остался без прибыли. Вот конверт. Там почти половина. Скажи спасибо, что это отдаю. Так, ну я ему не дам их. Я ему их не дам. Что продать сегодня? А вот, посмотрите. На. 500 баксов. 1500 здесь. 85. Вот это. Почти половина, то есть полторы тысячи. Итого у меня есть. Так, брать 7 тысяч. Это меньше половины. Это меньше, блядь, половины. Так, я сейчас могу-смогу за ней следить, кстати. Время 54, надо заканчивать. Блин, как время пролетает, обалдеть. 15 тысяч. Но я могу-то камеры еще обменять. Они по 500 же там продаются, да? Но они слишком дорогие. Что ж мне делать? Суп пошла есть. Ага, да, отец. Так, понятно. Деньги ему не дам. Попробуем замять. Мне нужны полторы тысячи. Где мои деньги за консервы? Ты кинуть меня хочешь, так ли, тебя быстро все дурь выше бы. Да вот конверт. Тут всего полторы, мы договорились. Говорили, что будет вот двое дольше. Ты чем слушал, если читать не умеешь? Торговец меня подставил. И что дальше? Эти ящики жестянок-то мне деньги. Нет, дам и свои деньги. Как ты разговариваешь с представителями государственного аппарата, матрос? Катей, ты еще пожалеешь. Блин, я не хотел полторы тысячи, даже не хотел ему отдавать так-то. Надо было его отдать. Поэтому. Блин, опять не получается. 58 часов, это очень мало. Здравствуйте. Ладно. Давайте. Блин, я не знаю, что делать. Честно, прям вообще беда. А я могу в министерство позвонить, типа, и что-то попросить помощи. Сейчас, секундочку, прям проверю. Понятно. Понятно. Но матрос мне вообще не нравится, честно. Надо тоже там камер понаставить. Может, смогу какую-то характеристику на него наложить. А надо было бы искать ее квартиру, кстати. Уехал. И так бы полторы тысячи был для тебя, если продал их. Уже было бы 7. Ладно, давайте мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну и, как обычно, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok